доброе время суток товарищи в этом видео речь пойдет о чанках в unreal engine поехали и так что такое чанки если вы когда-нибудь работали с игровыми движками то знаете что контент игр обычно хранится в одном огромном архиве но это не очень удобно для разработчиков когда проект занимает огромное количество гигабайт данных логично будет разбить его на кусочки которые можно билдить отдельно друг от друга это мы и будем именовать чанками хотя их предназначение в первую очередь помогать оптимизации бесшовных миров о боже мой мы тут собрались не игры делать оригинальный контент портить так вот представим что вы диван и локализатор аудио и хотите запихнуть свою озвучку в чужую игру из прошлого ролика вы уже знаете что название файлов и пути к ним должны быть аналогичны оригинальным когда вопрос решен остается только настроить все и запустить работу есть два способа как это провернуть автоматическая фильтрация контента и ручная пометка что я все-таки считаю более надежным вариантом сначала в настройках редактора нужно включить функцию назначения чанков пользователем после чего уже в настройках проекта помимо разбития пока на youtube и указ включить чанки в самом проекте если вы хотите углубиться в эту тему но уже без меня вам следует изучить раздел game assets где можно указывать автоматически какой контент как будет упаковываться там есть свои подводные камни понимание которых людям лишь модифицирующим чужую игру не особо могут быть полезны перейдем к насущному в контент-браузере измените вид папок и выделите нужные либо в строке фильтрации можно просто указать sound и потом выделить все аудио файлы так все что вам остается просто назначить номер чанк архива если у игры для которой вы делаете мод есть множество чанков то хотя бы через фи модал посмотрите номер нужного архива где хранятся файлы которые вы бы хотели заменить на свои если же у игры просто один архив юкас без чанков тоже не проблема все равно можно создать свой и он будет автономным архивом который в конечном счете помечается буквой пи и будет работать в целом вариант с чанками подходит тем кто не хочет декомпилировать целый пак архив только чтобы потом удалить из него папку engine и паковать все заново если вы хоть что-нибудь сегодня поняли поставьте свечку и подпишите автограф удачи там и дать